Улица Максима Горького на участке вереница трамваев. Движение для рельсового транспорта невозможно, потому что на путях стоит автомобиль. Авария с участием двух машин. Знак зеленый загорелся, я по нему за машиной поехал. Она оттуда вышла, я соответственно по тормозам. Все там даже, не знаю, я даже не понял, удар был, не было. У него вообще ничего. Стало поворачивать. Он со всей скорости. Я от него немножко ушла. Вы откуда вы ехали? Ехала вот. По Молчарскому, в сторону проспекта Победы. Куда поворачивали? Поворачивала. В сторону Советского. Повреждения на обеих машинах едва заметны, но участники аварии повздорили и предпочли вызвать ГАИ. О своем решении пожалели, когда узнали, что придется платить за простой трамваев. Самостоятельно убрать транспорт получилось бы гораздо быстрее. Просто вот вы из-за такой царапины, из-за царапины лакокрасочного покрытия заднего бампера дергаете. Это уже беседа с другим участником столкновения, которое произошло во дворе. Один из водителей сдавался на парковке задним ходом. Вина его очевидна, но мужчины также для оформления вызвали ГИБДД. А вы европротокол-то чего не составляете? Да хрен знает, как его составлять. Именно по незнанию оформлять аварии самостоятельно боятся водители. Но, как уверяют полицейские, ничего сложного нет. Если повреждения автомобиля минимальны, водитель признал вину у автолюбителей, действующий полис ОСАГО, нет пострадавших, транспорт принадлежит физическим лицам, то все, можно сделать несколько фотографий аварии и заполнять извещение о ДТП. Заполняют все по графам. Марка, модель, ВИН-номер, все с документов, номер водительского, номер страхового полиса, страховая компания. Также в извещении есть схема, где водители нарисовать от руки должны транспортные средства по отношению, как они расположены на проезжей части. Виновник ставит галочку А, невиновник Б. Виновник заполняет свое объяснение, то бишь двигался, совершил столкновение с таким-то автомобилем. Далее фраза должна снизу звучать, что от виновности не отказываюсь. Это должна звучать. С этим извещением невиновный водитель обращается в страховую компанию. Виновник должен явиться вместе с ним или в течение пяти дней предоставить страховщикам машину на осмотр. В противном случае, говорят полицейский, будет платить невиновнику из своего кошелька. А вот опять эпизод с дороги. Что у вас? Три пульс важны. Участники этого столкновения три машины перекрыли несколько полос. Стоите, создаете здесь помехи другим участникам. Движение ограничено, должны убрать. Если движение ограничено, должны убрать, зарисовать схемку. Оформить аварию с участием трех машин по европротоколу нельзя. Однако водители могут сделать фотографии, зарисовать схему, убрать машины и отправиться в ГИБДД. Там в здании на промышленной два столкновения и повреждения зафиксируют инспекторы. Собственно, оформить свое происшествие таким образом могут все желающие. Это сэкономит время самим участникам аварии, но и поможет избежать заторов на дороге. Ольга Соловьева, Егор Плюснин, Новости.